Нет необходимости назначать антибиотики просто при первых симптомах заболевания. Если есть дезюрия, надо выяснить причину заболевания и начинать с фитоуросептиков, с отваров почечных трав, которые тоже обладают антибактериальным эффектом. Скажем так, с минимальных воздействий начинаем. Да. То есть все посмотрим. У нас есть звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ребеночек переболел 5 лет, нефрит у нее, почечная болезнь. И у нее постоянно иммунитета нету, и она болеет, и антибиотики не подходят. Как я так понимаю? Как с этим бороться? Какой-то грубой патологии у детей, как правило, не встречается. Там неполноценность эпителем мочеводящих путей, незрелость эпителем мочеводящих путей. Как правило, рефлюкс нефропатии у детей возникает, дисметаболические нефропатии. Какое-то серьезное заболевание редко возникает. Как правило, диагностика этого заболевания должна быть у педиатра в последующем, если есть необходимость, и в стационаре для того, чтобы выяснить, нет ли грубой какой-то патологии. А если это просто инфекция мочеводящих путей, то я не думаю, что там какое-то особенное лечение будет. В принципе, то же самое, что и у взрослых людей. Тут я не поняла, или пилонефрит, или гламирулонефрит. Если это гламирулонефрит, это серьезное заболевание. А если пилонефрит, тут тоже, в принципе, лечение будет, подход совершенно разный. То есть, что было у ребенка, трудно сказать, по одному звонку. Поэтому лучше обратиться к педиатру, который направит специалисту. И дадут квалифицированные консультации специалисту. Я думаю, что так лучше будет. То есть, все-таки инфекции мочеводящих путей случаются и у детей? Естественно, и у детей тоже. А в чем причины у них могут быть? Если у них, естественно, нет риска заболеваний, передающихся полным путем. Как вот? Тоже, опять-таки, неправильно подмывается? Да, неправильно подмывание. Потом многие считают, что девочек надо подмывать, а мальчиков даже не обучают подмываться. Вот. И часто бывают уритриты, баланопаститы у мальчиков. Фимозы физиологические тоже предрасполагают к развитию инфекции нижних отделов. В принципе, у детей тоже встречается инфекция мочеводелительной системы. Хочется очень активно остановиться на профилактике. Мы говорили о том, что нужно пить как можно больше жидкости. Вот какие это нормативы должны быть? У каждого, наверное, свои или все-таки есть какие-то усредненные? Ну, примерно столько же, сколько человек выделяет за сутки, плюс миллилитров 400. То есть, где-то полтора, ну, можно до двух литров. Если есть какое-то заболевание, может быть, мочекаменная, к примеру, болезнь или пиелонефрит, тогда жидкости пить больше. Желательно брусничные, клюквенные морсы, отвары почечных травм. Что-то кисленькое, скажем так, да? Потому что кислая среда... Да, поскольку инфекция, она способствует ощелачиванию мочи, и поэтому может быть действительно подкислять мочу. Но вот природные вот эти ягоды наши, северные брусника, клюква, они обладают антибактериальным эффектом, мочегонным эффектом. Поэтому, морсы, пожалуйста, брусничные, клюквенные, потом отвары листьев плодовых деревьев, вообще фруктов больше кушать. Вот это будет профилактика. То есть, если вот, например, по родственникам есть предрасположенность, то можно вот раз в какое время попить травки и на какую продолжительность? Потому что их же тоже долго нельзя пить. Травки, ягодки. Курсом неделя, курс, допустим, раз в месяц, если есть какое-то заболевание. А с целью профилактики весной и осенью, поскольку в эти периоды... То есть они в любом случае не повредят, так? Или в умеренных количествах не повредят. Есть звонок у нас. Давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Светлана. Я вот с каким вопросом. Значит, антибиотики. У меня есть некие ограничения, да? Есть ли альтернатива антибиотикам как народными средствами лечить себя, да? И еще вопросик по поводу живота. Вот болит живот. Можно как-то его прогревать или какие-то другие методы есть? Все, спасибо большое. Антибактериальные средства – это не совсем антибиотики или антибиотики? Это антибиотики, да. Но есть антибактериальные препараты, не антибиотики. Например, препарат уравоксан, который повышает клеточный иммунитет, но не относится к антибиотикам, да? Он тоже применяется при инфекциях мочеводящих путей. Если есть противопоказания к назначению антибиотиков, я так понимаю, что это поливалентная аллергия. Наверное, аллергия есть на многие препараты. В данной ситуации необходимо назначать препарат, в любом случае без антибиотика мы не обойдемся, если это инфекция. По посеву мочи. То есть дается посев мочи, определяется микроб, каким препаратом он чувствителен и индивидуально подбирается пациенту. То есть есть аллергия, значит, естественно, этот препарат нельзя. А вторая часть вопроса, если болит живот, греться как-то можно? Нет, греть, наверное, живот не стоит. Если есть симптомы цистита, может быть, сидячие теплые ванночки с отварами ромашки или хлорфилипта. А если боли в животе без дезурии, то надо определить, из-за чего болит живот. То есть тут ведь можно и аппендицит нагреть, чтобы потом получить осложнение. То есть надо определить, из-за чего болит живот. На всякий пожарный лучше сбегать к врачу. У нас есть два звонка, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Служим вас. Я хотела бы задать вопрос, вот как снимать симптом цистита. Там к врачу не добежишь, когда сразу? Случаются ситуации, болит сильно, сразу сбегать нельзя. Предположим, мы считаем, что на следующий или через день человек сходит к врачу. Сейчас я слышала о таком средстве, как корень петрушки. Можно отвары делать? Можно отвары трав, применять отвары трав, сидячие ванночки, допустим, с марганцовкой, с ромашкой. Лучше даже с травками, поскольку марганцовка подсушивает. Поэтому ромашка, хлорфилипт, эвкалипта, листики. Можно заваривать, сделать отвар и делать сидячие ванночки. Потом обязательно пить много жидкости в этот период. И желательно тоже почечные травы. И все-таки по возможности обратиться к врачу, чтобы настачили лечение. А само по себе может пройти? Бессимптомная бактериурея проходящая. Если симптомы цистит, ну, во-первых, определить. Цистит это или, допустим, возрастные опущения влагалища, цистоцели. Какое-то препятствие для оттока мочи есть в области уретры, которое вызывает неприятные симптомы. То есть не всегда дезурия это симптом инфекции. Надо определиться сначала, что это. У нас есть еще один звонок. Давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Пожалуйста, коротко вопрос времени. Ага, хорошо. Я хотела спросить, кто должен учить профилактическим целям? Вот вы говорите, девочки, если подмывают, а мальчиков нет. Кто должен учить подмывать мальчиков? Потому что я сама мама двух детей, двух мальчиков. И, в принципе, да, с первым у нас был фимоз, а второго уже такого мы не дали. Но никто, нигде, даже в роддоме, никогда не говорят о профилактической цели мальчика. Спасибо большое за вопрос. Наверное, педиатр, мама, можно взять, наверное, какую-то информацию из интернета, очень много чего интересного. Мы приглашаем в том числе андрологов, которые советуют, что как ухаживать за мальчиками. Но в любом случае подмываться нужно ежедневно и мальчикам, и девочкам. Никто же не учит, как чистить зубки, и как умывать лицо, и как умывать ручки. Также точно нужно и половые органы свои подмывать. Естественно, девочки, их учат мамы, а мальчиков, наверное, все-таки папы. Так будет более правильно. Ну, мамы тоже могут объяснить, если начинать с самого-самого раннего возраста. Спасибо большое. Время эфира, к сожалению, к концу подходит. Всего доброго. До свидания. Умеренная физическая активность, достаточное количество жидкостей и разумная гигиена снизит риск возникновения инфекций мочевыводящих путей. На вопросы сегодня отвечала нефролог Екатерина Лазарева. Следующий случай из практики завтра в 12.40 в прямом эфире андролог Владимир Семенов. Тема эфира – мужской климакс. Да-да, не удивляйтесь, и у мужчин такое тоже случается. Подробности завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова